На прошлой неделе Дональд Трамп заявил, что ни одной администрации не удавалось совершить столько за первые 90 дней. 100 дней? Нынешняя администрация исполняется на этой неделе. С нами Штефан Гроби из Вашингтона. Итак, что было сделано? Мне кажется, что главная характеристика первых 100 дней, первых трех месяцев – это хаос. Потому что Трамп не привык к тому, чтобы управлять государством. Он пытается найти опору. Хотя он был очень активен. Но в итоге получается, что было просто много суеты, много шума из ничего. Многие его инициативы можно легко отменить, потому что это президентские указы, а не законы, принятые Конгрессом. Насчет того, успешен ли был Трамп в первые 100 дней президентства, я сомневаюсь. Но в том, что происходившее на наших глазах было очень увлекательным, я уверен. Главное обещание – отзыв и замена Обама Кэр. Строительство стены на границе с Мексикой, антииммиграционный банк. С этим что? Никакого движения? Он обещал сделать все быстро, но быстро не получилось, потому что возникли препятствия. Его план по отзыву и замене Обама Кэр провалился. Он при смерти и еле дышит. Я сомневаюсь, что в будущем возникнет какая-то замена. Стена – это было чуть ли не главное его обещание – вишенка на предвыборном пироге. Но в Конгрессе над этой идеей только что не смеются в открытую. Трамп заявлял, что за стену заплатит Мексика. Мексика сказала, что она ничего платить не будет. Придется раскошеливаться американскому налогоплательщику, если, в принципе, идея строительства еще будет обсуждаться. Все, что касается иммиграционных указов, было дезавуировано судебными решениями. Так что в сухом остатке? Он обещал вернуть в Америку рабочие места, особенно в промышленность. Но на этот процесс он никак не может повлиять, не может его контролировать. Но ему удалось добиться того, что его избиратели сохранили ему верность. И это поможет ему убеждать Конгресс. Америка Ферст лид-мотивом был даже во время инаугурации. Все ожидали, что США пойдут по изоляционистскому пути. Но события в Сирии выглядят противоположностью тем декларациям. Да, и именно поэтому наиболее консервативно настроенные комментаторы говорят, что Трамп такой же американский президент, как и предыдущий. Потому что он все время испытывает соблазн вмешаться в происходящее в других странах, как он только что продемонстрировал в Сирии. Хотя военный удар расклад сил самой Сирии не изменил. Но он продемонстрировал, что Трамп намерен действовать. Пусть и не столь масштабно. Он изменил отношение к Североамериканскому соглашению о свободной торговле и к НАТО. Так что поведение Трампа кандидата на пост президента иногда отличается от поведения Трампа-президента. Стиль Трампа, твиттер Трампа, фейк-ньюс Трампа. Что осталось от этого? Где тот старый, добрый Трамп? Или он постепенно становится президентом? Мне кажется, что он утомил американцев своей экстравагантностью. И он стал им гораздо менее интересен. Я помню, когда его твиты становились заголовками новостей. Но это время закончилось. Те, кто занимается политикой профессионально, политологи, аналитики, разумеется, следят за изменениями. За тем, что происходит в том доме, что находится за моей спиной. Даже в 7 утра. Трамп все еще предмет интереса. Тут он остается верен самому себе. Сомневаюсь, что есть что-то в мире, что способно его изменить. Субтитры создавал DimaTorzok